Венера, приветствую вас, я бы хотел спросить, а сделаете сами что? Сами предложение сделаете парню своему, и сами замуж его позовёте, сами, не знаю, семью создадите. Сами, там, деньги на жилплощадь будете платить, ну, то есть, плату за квартиру будете платить. Что, что сами-то сделаете? А если вы всё сами сделаете, дожди вам мужчина, тогда самое главное, какой мужчина будет у вас? Вот. Поэтому, вопрос в том, готовы ли вы быть для своего парня мамой, и готовы ли вы к последствиям того, что вы делаете? Готовы ли вы к тому, что мужчина будет, грубо говоря, на вашей шее, да? Мужчина будет от вас зависеть, там, мужчина будет, там, более пассивный, чем вы, и так далее. Вот, готовы ли вы к всему этому? Если да, то хорошо, тогда никаких проблем нет. А если, если не готовы, тогда, наверное, лучше не стоит. Вот. И, вы знаете, вот ещё, очень важный, на мой взгляд, момент, это то, что, если вы человека любите, ну, то есть, любовь к человеку, не подразумевает обязательного стремления, желания быть с ним. То есть, хотеть за него замуж. Вот. То есть, если вы хотите замуж, это ваше желание, собственно. И оно мало имеет отношения к самому молодому человеку. Вот. Поэтому данные аспекты, их надо ограничивать друг от друга. Потому что, если вы хотите замуж, то вы хотите замуж для себя. А если вы любите человека и хотите, чтобы он был счастлив, то вы делаете, ааа, ну, скажем так, аа, другие вещи для этого. И здесь, на мой взгляд, нужно определить, откуда у вас появилось такое желание выйти замуж, с чем оно связано. И как это соотносится с тем, что вы любите мужчин. И тогда уже можно будет говорить о том, стоит ли вам делать что-то само или нет. И что вообще можно сделать самой, ну вот, в вашем случае. Потому что, еще раз повторяю, не очень понятно, что вы готовы, что именно вы хотите сделать сами. Вот, не очень понятно. Дальше, насчет, так. Вы говорите, что мужчина не дает вас, потому что нет денег. Вот. Я допускаю, что денег, действительно, может не быть. Но, может быть вы, простимулируете его к тому, чтобы он заработал. Например. То есть, грубо говоря, будете верить в него. Грубо говоря, будете поддерживать его, его. И, грубо говоря, убедите его в том, что он сможет справиться с проблемами, которые сейчас есть. Вот. То есть, это зависит от того, какая позиция вам ближе, да, и готовы ли вы платить за вот выбор свой. И чем готовы платить за свой выбор. Вот. Это, вот, прям, очень важно. Понятно. Потому что, пока, мне кажется, что вы находитесь в свободе такой идеей, что, вот, я хочу замуж и обязательно должна выйти замуж. Вот. Вот. Но никакого, никакого должностования, никакого обязательства в выходе замуж быть не может. Понимаете? Понимаете? Потому что, это, эээ, свободная воля. То есть, ваш человек, эээ, либо создаёт другим семью, либо нет. Вот. Я думаю, так. Поэтому, ещё раз, постарайтесь определить, что именно вы готовы сделать сами. Эээ, осознаёте ли вы последствия, то есть, понимаете ли вы, какие будут последствия с того, что, эээ, вы хотите сделать или можете сделать. Да? Вот. И не будете ли вы от этого страдать. И, как проявляет ваша любовь к мужчине, да? И как это связано с тем, что вы хотите замуж. Да? То есть, если вы человека любите, то замуж вам, в принципе, не обязательно. Надо достаточно просто быть рядом с ним. И всё. Вот. А так, получается, что вы его замужите в том, как будто бы хотите прибежать. Я понимаю, что это банально звучит. Вот. И я не думаю, если честно, что вы думаете, вы, ну, как бы, мыслите так же. Вот. Но, просто говорю, как это со стороны смотрится. Вот. Со стороны это смотрится вот именно так. Поэтому, вы успокойтесь, вы не добьетесь принимать решение. Вы, как следует, всё обдумайте, поговорите с мужчиной. Вот. Со мной всё. Может быть такая история, что вы что-то сделаете, а он, например, обидится на, скажет, вот, ты не захотел меня подождать. Не захотелось, чтобы я сделал всё сам. И я теперь не чувствую себя мужчиной, например. Например. Это что-то такое. Вот. Я думаю, что вы ведь этого не хотите, если любите своего парня. Парня. Вот. Другое дело, что нужно, нужно смотреть на то, делает ли он что-то. Для, собственно, того, чтобы, ну, у него появились деньги, деньги на свадьбу, я так понял, или на замущество. Если не делается, значит, это ему не так нужно. Если ему не так нужно, и вы, и вы сделаете это сами, то вряд ли вы будете более счастливы в отношениях с ним. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти все моменты вам нужно обязательно просто зафиксировать для себя, чтобы они у вас были. Вот. Чтобы не стало неожиданностью. Вот. Так-то, в принципе, вы вольны делать всё, что хотите. Так-то, в принципе, вы вправе поступать как хотите. Вот. Вопрос в том, к чему это приведёт. Вопрос в том, чтобы это привело именно к тому, что вы хотите, а не к какому-то другому результату. Вот что важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь ответить. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.